Запись, поехали. Анархизм как средство для обмана шизов в масштабах государства. Давайте сначала попробуем разобраться с тем, что такое анархизм по статье Михайловской, да? Анархизм как политическое и философское учение, да вот, давайте разберемся. Потом мы будем разбирать анархизм с разных позиций. Сначала вот Википедия, созданная вражеским государством, что Википедия пишет, а потом комментарии. Почему шизам нравится направление данное, вот данное направление анархизма будем разбирать. Потом будем разбирать, как это ограбляет шизов непосредственно, вот этих вот анархических шизов, как это ограбляет. Потом главный вопрос, который всех нас интересует, как склеить молодую анархизочку такого толка, соответственно, ну, логично, да, лекцию. Зачем я читаю лекцию по анархизму, если вы не хотите склеить с помощью анархизма какую-нибудь тёлочку, правильно же? Правильно? Правильно. Так вот, и есть ли там педофилия вообще? Употребление наркотиков там нужно или не нужно? Ну, вот тоже смотрим. И средний возраст сторонников, соответственно, тоже нужно посмотреть обязательно. Вот такая лекция по анархизму у нас сегодня планируется. Сначала мы разберём существенные параметры, а потом немножко шуточек как бы напихаем. Так вот, анархизм, с греческого анархия, безначалия, безвластия, политическая философия, основой которой является освобождение человека от всякого принуждения, от политического, экономического, духовного и вообще всех видов принуждения. То есть это философия, философия в прямом смысле такой, вы знаете, абсолютной свободы, свободы, короче, да. Основная идея анархизма – это отрицание всякой государственной власти и ничем не ограниченная свобода каждой отдельно взятой личности. Анархизм во всех вариантах обязательно включает полное отрицание существующего общественного строя неожиданно, да, представление об идеальном общественном устройстве, исключающем принуждение, определенный способ перехода от первого состояния к второму. Хотя под анархизмом обычно понимают насильственное антигосударственное движение, на самом деле это намного более глубокая идея, чем простая оппозиция государственной власти. Анархисты не считают верными идеей о том, что власти доминирования необходимы для общества, и вместо них предлагают более кооперативные антиерархические формы общественной политической и экономической деятельности. Загдамон спрашивает, в чем разница либертарианство и анархизм? Либертарианство входит в папочку «анархизм», соответственно, это частный случай анархизма. Это анархокоммунизм. А в чем отличие? Анархизм – это большой-большой кружочек. В этом большом-большом кружочке маленький такой анархокапитализм, то есть либертарианство. Вот-вот-вот как бы. Круги Эйлера – вот громадный-громадный большой круг анархизм, в котором много анархизмов, и среди них либертарианство. Так вот, теория анархизма строится на пяти базовых принципах. Равенство, демократия, свобода, ассоциации, взаимопомощь и разнообразие. Равенство в анархизме – это не призыв к построению общества тоталитарного типа, при котором все должны выглядеть одинаково и делать одно и то же неожиданно, да? Анархизм, наоборот, предполагает разнообразие, при котором все должны иметь одинаковый поступ к власти. К власти – серьезное равенство в принятии властных решений. Лучший способ – это осуществить различные формы демократии. Ну, это автор статьи так пишет, да? Демократия – довольно расплычатое понятие, но она призвана дать власть каждому человеку и обеспечить равноправие. Какая-то ерунда идет. Так вот, свобода ассоциации предполагает отказ от принуждения людей к участию в общественных мероприятиях или структурах против своей воли. Представляете, как круто? Взаимопомощь. Что это взаимопомощь в анархизме? Это в данном случае синоним сотрудничества, культурный идеал, противоположный конкуренции. Вот оно, разнообразие. Залог наиболее полноценной жизни каждого отдельного человека, из которой состоит общество. Да, против стандартизации, короче, идет борьба. По мнению сторонников анархизма, понятие анархизм и анархия, безусловно, принадлежит числу тех, которые наиболее часто представляются в искаженном виде, ошибочно используются в значении «хаос» и «беспорядок». При этом утверждается, что анархисты, движимые необъяснимым желанием жить так, как им вздумается, якобы желают общественного хаоса и возврата к законам джунглей. В ответ на это анархисты указывают на греческую приставку «ан» в слове «анархия». Следует понимать как отсутствие, то есть без власти, а не противостояние и противоположность. Очень важно. Так вот, сложив основные принципы анархизма, мы получаем анархию. Мир, мир, место где? Все равны. Каждый занимается тем, чем хочет. Никогда не останется один и всегда получит поддержку. Общество целенаправленно занимает, блядь, саму себя. Нет преград к самосовершенствованию и развитию мира. Ай, блядь, как смешно. Ой, блин, я сейчас лопну, короче, с осмеху. Хух, хрен. Блин. Так вот. В заключение хотелось бы сказать, что этическая система воззрений, последовательный гуманизм, свобода и людьми в анархизме по существу нейтрализуют должные, достаточно жестокие социально-политические установки на безвластие. Первые анархические идеи возводят древнегреческим, древнекитайским философским школам, ну вот, типа к софистам некоторым, типа Антифонта, и кинникам, типа Диогена Синопского. А среди китайцев это Лао Цзэ, обычно Джуанзэ какой-нибудь, да? Кроме того, предшественникам современного анархизма можно отнести ранних христиан, пишут тут. Но давайте, давайте к истории, к истории настоящей пойдем. Историческая часть. Это Светов писал вам Лекс? Минетов. Короче, какой Светов? Да вот. Так вот, непосредственно уже первым теоретиком современного анархизма стал Уильям Годвин. По крайней мере, к нему это возводит все это, да? Развивающие идеи легшие, легшие, да, легшие. Впоследствии в основу современной анархической мысли. Первым же либеральным теоретиком, открыто называвшимся анархистом, выступил Прудон. Прудон выступил, да? Прудон выступил непосредственно. О, Прудон молодец, да? Он выступил с идеей спонтанного порядка. Спонтанно, и он выступил с идеей спонтанного порядка. Противопоставив ее идеям центризма. Предложив идею положительной анархии. Когда порядок возникает в результате того, что все делают то, что они сами желают делать. И такая система самоуравновешивается, приходя к естественному порядку. И где одни только деловые операции создают общественный строй. Представляете себя? Индивидуалистический анархизм или анархоиндивидуализм включает в себя несколько традиций, которые отстаивают идею о том, что индивидуальная совесть и преследование личного интереса не должны быть ограничены никаким коллективом или органом государственной власти. Неожиданно. Вау, 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 вау. Так вот, индивидуалистический анархизм поддерживает идею собственности, которая удерживается индивидом для себя. Ладно, нафиг эта фигня. Тут, короче, Штирнер тоже типа есть. Анархоиндивидуализм, который развивал в том числе якобы Штирнер. Но, правда, он ничего не писал про анархоиндивидуализм. То есть здесь все не так однозначно получается. Многие вообще ранние анархисты вообще слово анархизм не употребляли в своих речах. Так вот, давайте уже перейдем к самой главной части лекции, в которой мы попробуем разобрать самые важные аспекты того, что мы будем делать. То есть американская традиция. Будем разбирать разные традиции вот этой самой анархической мысли и смотреть, что там они пишут в Википедии, и потом комментировать, почему Шизам это нравится, как это ограбляет Шизов, как склеить молодую анархисточку такого толка, есть ли там педофилия, соответственно, и так далее. Так вот, американская традиция. Это форма анархоиндивидуализма, которая отстаивалась бостонскими анархистами, американскими индивидуалистами, которые поддерживали частную собственность, обмениваемую на свободном рынке. Они отстаивали свободу и собственность частных организаций. Однако бостонские анархисты также были последовательными противниками наемного труда, монополии и расставчичества. Бенджамин Таккер писал, что анархин выступает за уничтожение государства и расставчичества, а за ликвидацию власти и эксплуатацию человека человеком. То, что одни люди нанимают других, эксплуатируя чужой труд, для них было проблемой. Они требовали, чтобы все естественное и необходимое для производства богатств было доступно для всех на равных. И что монополии, являющиеся результатом специальных привилегий, должны были быть отменены законом. Они полагали, что государственный монополистический капитализм препятствует тому, чтобы труд был полноценно вознагражден. При этом даже среди американских индивидуалистов 19 века не было монолитной доктрины, поскольку они не соглашались друг с другом по различным вопросам, включая права за интеллектуальную собственность и владение правом собственности на землю. Главное расхождение имело место позже, в 19 столетии, когда Такер и ряд других отказались от концепции естественного права и перешли в эгоисты в духе штырнеровской философии. Некоторые бостонские анархисты, такие как Такер, идентифицировали себя в качестве социалистов, термин, который в то время имел широкое и несколько неопределенное значение. Короче, смотрите. Почему Шизам это нравится? Главный вопрос, который мы должны задать. Почему Шизам это нравится? Потому что Шизы верят в то, что... Сейчас, я хуйню, кажется, здесь написал. Были последние... Свободу и сообществ частных организаций. Свободу и собственность, да? Другая форма, да? Американские мидролисты поддерживали частную собственность. Потому что нравится частная собственность, да? Шизы верят в невидимую руку рынка нередко. Они верят во все невидимое. Они верят, там, не знаю, в невидимую частную собственность, которую они отстаивают. Понимаете? И, соответственно, вот они любят невидимые штуки. Они угорают по призракам, полтергейстам, частной собственности, соответственно. И поэтому... И поэтому Шизам это нравится. Но как это ограбляет Шизов непосредственно? Как это ограбляет Шизов? Как это ограбляет Шизов? Я здесь хуйню написал, на самом деле. Я не считал текст, когда его копировал. Я мудак. Я мудак, который хуево готовит лекции. Вы это знаете, друзья. Очень плохо подготовил эту лекцию. Но это анархизм. Меня заставили про анархизм написать. Светов верит в Бога, и Бог этот Александр Шадов. Так вот. Шизы. Шизы. Они как бы думают, что они отстаивают свободу и собственность частных организаций. А на самом деле их грабит частная собственность, частных организаций. Частные организации их грабят. Непосредственно свободы их лишают. И потом они зависят от каких-нибудь денежек странных. Нехорошо все получается. И поэтому все очень грустно. Как склеить молодую анархисточку такого толка? Надо поехать в Америку, во-первых. Первое. Нужно поехать в Америку и сказать, что тебя зовут Бенджамин Такер. Она такая, вау. Ничего себе. Есть ли педофилия? Да, мы не одобряем педофилию. Употребление наркотиков есть, конечно. Да, есть. Но мы не одобряем употребление наркотиков. И средний возраст сторонников 14-15 лет. Соответственно. Как государства-то образовались и почему? Не знаю. Я не видел образования государств. Следующее направление. Матюэлизм. Матюэлизм берет начало 18 веке в английском и французском рабочих движениях. Еще до того, как они приняли анархическую форму. Прудоновские идеи были введены Шарлем Дана анархи-индивидуалистами в Соединенных Штатах. Включая Бенджамина Такера и Вильяма Грине. Матюэлизм базируется на взаимности, свободе ассоциации, добровольном контракте, федерализме, а также кредитах и денежной реформе. Согласно Грине, в мотивалистической системе каждый рабочий получил бы справедливую и точно положенную плату за его работу. Услуги, эквивалентные в стоимости, являющиеся обменом на услуги, эквивалентные в стоимости без прибыли или скидки. Ну вот такая вот позитивная концепция, очень классная, замечательная. Почему Шизам это нравится? Давайте попробуем разобраться. Почему Шизам это нравится? Главный вопрос, который нас интересует. Потому что Шизам нравится получать справедливую и точно положенную плату. Потому что Шизы отлично понимают, что они довольно херово работают и их навыки не заслуживают той самой платы. Рационализм уже был, да. Так вот, если бы Шизы действительно могли понадеяться, могли бы действительно понадеяться на то, что они, как бы это, в общем-то, ну им нужно получать равную плату, короче. Нужно получать равную плату. Унитатель пишет, анархисты и коммунисты испытывают зависть к успешным, поэтому они хотят все отнять. Ну, например, да, Шизы испытывают зависть, и поэтому они хотят заработную плату равную. Вот такая вот фишка у них. Это такая особая, особая, особая ерунда. Очень им нравится такое, да. Ну, потому что сами Шизы, ну, понимаешь, что они бездарные, глупые, ничего не умеют, из рук у них все валится. Ну, то есть, ну, кто такой среднестатистический анархист? Это Ежесармат, на самом деле. Как это ограбляет Шизов? Шизов начинают сражаться за свои права и за равенство платы, умирают, а после их трупы поедают падальщики. Вот как это ограбляет Шизов. То есть, по-моему, анархизм это концепция реально, которая ограбляет Шизов без меры. Как склеить молодую анархисточку такого толка? Вопрос. Нужно заплатить справедливую и точно положенную плату. Вот что мне кажется. Что мне кажется, если мы хотим юную анархисточку такого толка. Если педофилия, конечно, есть, это же анархизм, мы не одобряем педофилию, но поскольку у нас нет законов, запрещающих педофилию, соответственно, ну, педофилия остается, да? Употребление наркотиков тоже, соответственно, присутствует, оно обязательно, потому что верить в анархические идеи без употребления наркотиков нельзя. Вот, соответственно, не одобряем употребление наркотиков. Средний возраст сторонников 10-11 лет. Ну, бывает, да? Следующее. Следующее, следующее, следующее. Как? Социальный анархизм, короче. Википедия. Еще, еще Википедия, созданная вражеским государством, нам пишет. Социальный анархизм одна из двух основных категорий анархизма наравне с индивидуалистическим анархизмом. Понятие социального анархизма обычно используют, чтобы идентифицировать коммунитаристские формы анархизма, которые подчеркивают сотрудничество, кооперацию и взаимопомощь при отрицании частной собственности на средства производства и капиталистических отношений. Социальный анархизм включает в себя анархоколлективизм, анархокоммунизм, либеральный социализм, анархосиндикализм, социальную экологию и отчасти мютализм. Ну ежи анархизм, все знают, да? Почему шизам это нравится? Главный вопрос. Почему шизам это нравится? Потому что шизы любят социализм. Как это ограбляет шизов? Революции направляют шизов против других шизов. Что производят шизомахии? Запомните, это термин, очень важный термин для анализа любых революционных движений. Шизомахия начинается, соответственно. Борьба шизов. Борьба шизов против шизов. Есть, короче, такие направления. Вот шизамахия. Давайте разберемся с шизамахией. Есть такие направления, которые направляют шизов против шизов и заставляют шизов убивать друг друга. И когда шизы убивают друг друга, они, соответственно, ограбляются. Они теряют жизнь, их дети умирают, их родственники умирают. И в этом реально большая проблема. Это реально гигантская проблема. Ну, то есть, шизамахии, по-моему, это больно, это неприятно. Так вот, в извечной борьбе шизов... Блин. Сука. В извечной борьбе шизов проливается много крови. Анархические социалисты сражаются за право быть самыми шизанутыми шизами и потому умирают и убивают. Ужасно, да? Как склеить молодую анархисточку такого толка? Рассказать ей про равенство и намекнуть на то, что твой болт тоже член общества и она должна отнестись к нему как к полноценному пролетарию. То есть, с уважением и сестринской любовью. Есть ли педофилия? Да, конечно. Ну, то есть, не одобряем педофилию, но она в этом анархизме, конечно, есть. Употребление наркотиков, конечно, обязательно. Это анархизм вообще не исключено. Средний возраст сторонников 12-14 лет, ну, то есть, вот. Какие виды есть с анархизмом? Давайте, коллективистский анархизм. Википедия, созданная вражеским государством, пишет, что коллективистский анархизм, также называемый революционным социализмом, является революционной формой анархизма. Обычно связываемой с именами Михаила Бакунина и Йогана Моста, 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 не знаю, Моста, наверное, все-таки Моста, наверное, не важно. В отличие от мютилиристов, коллективистские анархисты выступают против всех форм частной собственности на средства производства, полагая, что такая собственность должна быть коллективизирована. Согласно концепции анархоколлективистов, этого можно добиться только путем революции, которая начнется актами насилия со стороны небольших групп революционеров, что должно революционизировать рабочие массы, которые коллективизируют средства производства. Однако при этом коллективизация не должна распространяться на распределение доходов, поскольку рабочим должна будет выплачиваться заработная плата в соответствии с затраченным на работу временем. Это положение было позднее расстертиковано анархокоммунистами, поскольку такая система поддерживает систему наемного труда. Короче, так вот, почему Шизам это нравится? Главный вопрос, который мы сегодня задаем, почему Шизам это нравится? Ребят, у вас есть какие-то предположения, почему Шизам это нравится? Почему, почему? Главный вопрос наших лекций, почему Шизам это нравится? Почему Шизы это любят вообще? Почему? Так вот, Шизам нравится жирный бульдог Бакунина, потому они готовы схавать все, что он скажет. Поехали, да? Круто. Как это ограбляет Шизов? Шизы писали, то, что ограбляет, делает нас сильнее. И они смирились с тем, что гребанные коллективисты со своим анархизмом начали их ограблять. Шизы покупают книги Бакунина и беднеют. А еще иногда они пытают, пытают, путают, путают Бакунина с Акуниным, тоже думая, что это анархизм на самом деле, серьезно. Серьезно, блядь, кто заказал эту хуйню? Да это лекция по анархизму, вы что? Вы что, ребят, это нормальная лекция по анархизму. Я лучше не могу. Как склеить молодую анархисточку такого толка? Нужно зачитать перед ней Бакунина или лучше, не знаю, Бакунина это. Знаете, берем, берем, короче, вот эту вот, как бы, удочку, удочку, забрасываем удочку, и там Томик Бакунина, и мы вот так вот приманиваем себе молодую анархисточку такого толка, и она ловится на нее. Вот что я думаю. Круто. Если педофилия, да, не одобряем употребление наркотиков обязательно, тоже не одобряем. Средний возраст сторонников 80-90 лет. Анархокоммунизм. Кропоткин. Смотрите, какой флаг красивый, вот он крутой, да? Анархокоммунисты. Анархокоммунисты утверждают, что действительно свободная форма социальной организации возможна только в таком обществе, которое состоит из самоуправленческих коммун и общин, в которых организовано коллективное использование средств производства, внутри которых действует принцип прямой демократии, то есть коллективного совместного принятия решений, а между собой эти коммуны связаны через объединение, федерации или конфедерации, посредством горизонтальных и вертикальных связей. Однако некоторые анархокоммунисты выступают против мажоритарной природы прямой демократии, усматривая в ней потенциальную возможность препятствия свободы личности. То есть усматривают в этих отношениях иерархические начала власти и основы для создания государственности. Они считают более совершенной формой принятия группами решений поиск консенсуса. А поскольку при анархистском коммунизме деньги должны будут перестать существовать, люди не будут получать прямую компенсацию за труд, но должны будут иметь свободный доступ ко всем ресурсам и излишкам, произведенным коммунной. Согласно анархокоммунистической концепции Петра Кропоткина и более поздним идеям Мюрия Бакчина, члены такого общества будут спонтанно добровольно выполнять весь необходимый труд, потому что они будут осознавать выгоды общественного владения предприятиями и взаимопомощи. Это да, так и будет, конечно, без сомнений так и будет, а я прям вот уже вижу, увижу, увижу, как это будет происходить прям вот сейчас. Хух, не Бакчина, а Бучки. Букчича, Букчича, Букчич, серьезно? Нет, Букчин, все-таки. Так вот, Кропоткин полагал, что частная собственность, являясь одной из важнейших причин угнетения и эксплуатации, и призывал к ее отмене, выдвигая в противовес частной коллективную общественную собственность. При этом он писал. Совсем иной результат получится, если рабочие будут требовать права на довольство. Они заявят тем самым о своем праве завладеть всем общественным богатством, домами и распоряжаться там, собственно, потребностями каждой семьи, захватить накопленные сесны и припасы и распорядиться ими так, чтобы после слишком долго голодать и узнать, наконец, довольство. Ну вот, что случится, да, охеренно. Отвечая тем же, кто утверждал, что анархо-коммунисты хотят всех загнать силой в коммунистическое общество, в котором нет места разнообразия и все будут жить, как в тюрьме или казарме, Кропоткин поясняет. Все будет заебись, говорит Кропоткин. Все будет классно. Ребята, я вам мамой клянусь, короче, мамой клянусь, что все будет хорошо. Клянусь мамой, короче, все будет классно. Вы мне не верите? Вы не правы. Вы не правы. Век изобилия, да, будет, все будет хорошо. Просто будем вот так вот владелару пить с двух рук, короче. Будет прекрасно. Почему Шизам это нравится? Да, вопрос главный, который нас интересует в этой лекции. Почему Шизам это нравится? Шизы любят анархизм. Шизы любят коммунизм. Анархизм плюс коммунизм – это Шиза в Кубе, короче. Таких Шизов иногда называют Шизокубистами или Кубошизоидами. Имя... Короче, вот эта возможность, реально, для них это возможность нырнуть в самые глубины Шизы и грех не воспользоваться такой возможностью и не рискнуть, я считаю, да? Как это ограбляет Шизов? Шизы забывают о собственном призвании быть Шизами и больше не осмысляют Шизу. Они отправляются в страну чудес, где все люди рассудительно умны и культурны. Из этого ничего хорошего не получается, потому что тогда нормальные люди и менее шизоидные Шизы начинают их ограблять, пользуясь наивной доверчивостью. Пишет Шадов. Не хочешь в кооператив вступить, чтобы на квартиру накопить? Какой это кооператив? У меня свой кооператив. У нас здесь кооператив, мы помогаем мне купить квартиру. Так вот, как склеить молодую анархисточку такого толка? По-моему, довольно просто. Не рекомендуется клеить анархокоммунисток. Должны же быть хоть какие-то ограничения, ребят, в ваших извращениях. Серьезно, ну, по-моему, по-моему, как бы вот нельзя. Вот ей можно склеить любую анархисточку вообще любого толка, кроме анархокоммунизма. Потому что, ну, господи. Во-первых, ей от 100 до 120 лет где-то в среднем, как бы, ну, то есть, вы должны понимать, от 100 до 120 лет это уже не очень, как бы, приятная ситуация. Если женщине от 100 до 120, ну, я не знаю, что вы с ней делать будете. Соответственно, если педофилия, конечно, есть, это, конечно, коммунизм. Ну, и коммунизм, и, там, не знаю, да, конечно, есть. В смысле нет. Конечно, есть. Да, но мы не одобряем это. Употребление наркотиков, конечно же, обязательно, потому что к таким идеям серьезно относиться без наркотиков довольно трудно. Невероятно трудно, и поэтому, друзья, давайте как-то это... Будем осторожны, будем осторожны, короче. То есть, не одобряем наркотики, кстати. Анархосиндикализм. Википедия, которая создана евражеским государством, пишет. В начале 20 века возник анархосиндикализм, заняв свое особое место в рамках анархической мысли. Сосредоточив намного больше времени на рабочем движении, нежели все остальные формы анархизма, синдикалисты выдвигают идею о том, что профсоюзы являются той силой, посредством которой возможно осуществить радикальные социальные изменения в общественной жизни. Ха-ха-ха. Эй, блядь. Как смешно. И заменив капитализм государства новым обществом, основанным на общественном самоуправлении трудящихся, блядь. Нахуй, зачем это вообще надо? Зачем? Зачем они это делают? Как и анархокоммунисты, подавляющее большинство анархосиндикалистов стремятся отменить систему наемного труда и частную собственность на средства производства, в которых видят одни из важнейших причин разделения общества на класс имущих и неимущих. Пиздец. Важнейшими принципами, на которых основывается анархосиндикализм, является рабочая солидарность, прямое действие, самоуправление рабочих. Все это вполне совместимо с другими направлениями анархизма, так что анархосиндикалисты часто являются также анархокоммунистами или анархоколлективистами. Сторонники анархосиндикализма выступают за развитие профсоюзных организаций, трудящихся, поскольку это концентрирует трудящихся в рамках существующей системы и способствует тем самым социальной революции. Кстати, Рудой он это, он не просто коммунист, он еще и анархосиндикалист, судя по всему. Короче, Рокер. Был у них главный ведущий анархист-синдикалист, это какой-то Рокер, короче. Рудольф Рокер. Рудольф Рокер! Просто подэсидисье. Хуярим. TNT! I'm dynamite! Такой Рудольф Рокер, ладно. Хотя анархосиндикалист подчас ассоциируется с рабочим движением начала 20-го столика, в многих синдикалистов он уже сейчас существует все еще. Почему шизам это нравится? Почему шизам это нравится? Потому что шизы любят рабочих. Шизы любят профсоюзы. Как это ограбляет шизов? Профсоюзы уже в свою очередь ограбляют шизов своими взносами. Ну и шизы остаются без денег. Соответственно беднеют. У них все плохо. Приветствую антинаталистов. Отвидеть бедные шизы без каких-либо альтернатив, без каких-либо возможностей. Ограбляются проклятыми профсоюзами. Ограбляются профсоюзами. Представляете? Остаются без денег. Потом плачут. Плачут в одиночестве. Сидят такие шизы. Ну давайте, как склеить молодую анархисточку такого толка? В анархосиндикализме не бывает анархисточек. Даже если анархист похож на девушку, то на 100% это парень. Чтобы вставить ему вилдак, необходимо вступить в профсоюз и прийти на собрание, где вас ожидает несколько часов безостановочный гей-секс-оргия. Короче, на благо рабочей партии. Вообще просто вот без исключений. Такое происходит на всех профсоюзах. Я сам иногда заходил, я был, короче, в шоке. Меня позвали в профсоюз однажды. Анархсиндикалиста. Я такой, иду, иду в профсоюз. Пам-пам-пам-пам-пам. Открываю такой дверь. А там гей-секс, короче. Там только-только мужики, во-первых. Некоторые в женские костюмы одеты. А я смотрю такой. Оу-май! Закрываю, короче, дверь и ухожу. Я не ожидал. Я серьезно не ожидал, что там такой гей-секс, короче, будет нереальный. По-моему, ужасно. По-моему, это ужасно. Есть ли педофилия? Конечно, есть. Это анархсиндикализм, конечно, есть. Везде есть. Все, что анархизм, это равно педофилия. Соответственно, мы не одобряем, кстати, такие учения. Мы читаем лекцию про учения, которые мы не одобряем. Так вот, употребление наркотиков, конечно, обязательно. Опять же, ни одна из форм анархизма без наркотиков, она не может быть вообще, в принципе, исповедуема, соответственно. Средний возраст сторонников, ну, в среднем, там, 120-140 лет. Есть такая штука, которая называется анархизм бесприлагательных. Что такое анархизм бесприлагательных? По словам Джорджа Ричарда, Сен-Вейна отдает на рассмотрение неписанной через дефис формы анархизма, то есть доктрины без любых помяток квалификации, такие как коммунизм, коллективизм, милитализм и индивидуализм. Для других это было просто понятно, как отношение, которое допускало существование различных анархистских школ. Анархизм бесприлагательных подчеркивает гармонию среди различных анархических фракций и пытается объединить их вокруг их общих антиавторитарных основ. Такая позиция была сначала принята в 1889 году Фернандо Торида, который был обеспокоен горькими дебатами среди различных анархистских движений, как призывы к терпимости. Среди представителей данного направления можно назвать Клера и еще Малатесту и Вудворда. Почему Шизам это нравится? Так, как это ограбляет Шизов? Это и есть языковой анархизм, да, без прилагательных. Это когда я прилагательный все убрал, что осталось от анархизма. Как склеить молодую анархисточку такого толка? Это на их языке, кстати, я просто говорю сейчас, это анархистки. Это, если что, древний анархистский язык, разработан в 1889 году. Есть ли педофилия? Да, есть, неодобряем. Употребление наркотиков обязательно, неодобряем. Средний возраст сторонников 12-14 лет, неодобряем. Постклассический анархизм. Следующая ступень анархизма, которая нам очень интересно становится. Непосредственно очень интересно. Что же такое за постклассический анархизм? О, вы из Англии? Да, это английский мой. Википедия, созданная вражеским государством, про анархизм, соответственно, пишет. Анархизм продолжает производить много эклектических, синокритических, философских направлений и движений. Начинает с возрождения анархизма в США в 1960-х годах. Возникло много новых направлений, таких как анархокапитализм, который развивается в качестве радикального крыла антигосударственного либертарианства, будучи, по сути, изрядно омоложенной формой анархоиндивидуализма. Данное направление выбрало многие идеи из экономической австрийской школы экономики, права и теории государственного выбора. Собственные направления в анархизме также породили расцветающие в то время феминистические движения и движения защитников в окружающей среде. Постлевый анархизм – это тенденция, которая стремится деснационироваться от традиционной левой политики и вообще покинуть жесткие пределы идеологии. Постлевые анархисты утверждают, что анархизм был ослаблен тем, что слишком долго был частью левого движения и единственным решением данной проблемы называется синтез разных направлений анархической мысли и самоопределение антиавторитарного революционного движения вне левого дискурса, соответственно. Постанархизм – теоретическое продвижение синтеза классической анархистской теории и постструктурализма, развиваемого Ньюманом, а также ассоциируется с такими теоретиками, как Мэй, Делес и Гватари. Господи, вы тоже этим говном обмазались, блин. Делес и Гватари упали в моих глазах только что. Так вот, эта теория исходит из широкого диапазона идей, включая постмодернизм, автономистский марксизм, постлевый анархизм, ситуационизм и постколониализм. Другая недавно возникшая форма анархизма, критичная по отношению к традиционному анархизму – повстанческий анархизм. Защищает неформальную организацию и активное сопротивление государству. Ее сторонниками были какие-то чуваки, чьи фамилии я даже читать не хочу, сильно сложно. Есть еще и библейский анархизм, который сформулирован Шохером. Базируется он на анархических идеях Лева Толстого. Толстый лев, короче. Какой-то толстый лев, Лева Толстый лев. Что за толстый лев, я не знаю. Какой-то толстый лев, короче. Шохер формализует идею анархического общества как сети небольших городов, управляемых судьями без законодательной власти. Шохер постулировал, что анархизм отвергает только принудительный закон, а не закон вообще. Поскольку культурное окружение является частью самоидентификации человека, а закон защищает культурное окружение, то люди имеют право жить под властью закона, если они того хотят. Шохер решает возникающий парадокс, предлагая систему конкурирующих мини-юрисдикций. В его примерах некоторые города будут практиковать рыночный капитализм, а другие коммунизм. Некоторые будут религиозными, а другие либертарианскими. Если каждый человек может свободно и недорого выбрать юрисдикцию по своему вкусу, если такие юрисдикции активно конкурируют между собой за привлечение новых жителей, то в такой системе люди выбирают власть закона совершенно добровольно. Шохер описывает свой анархизм как отказ от монопольной юрисдикции национальных государств. Почему Шизам это нравится? Тут по разным причинам сразу несколько учений перечислено, соответственно. Как это ограбляет Шизов, опять же, по-разному. Как следить молодой анархистикой такого только по-разному. Нужно быть Михаилом Световым, нужно, короче, быть худощавым женоподобным мальчиком таким, у которого длинные волосики такие кудрявые, такие такие. О, блядь, я против государства! Если вы хотите, короче, либертарианочку в себе получить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Короче, государство, люстрации! 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 Кричите и всё, как бы. И девки такие. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Такие сразу. Ну вот, вот что происходит с либертарианцами, соответственно. Серьезно, это так и происходит. Если вы не видели, как это работает в либертарианских общинах, это так реально и пашет как бы. Это истинная работа либертарианских общин. Либертарианская партия России так и работает, короче. Так вот. О, Господи. Какая херня, да? Так вот, да, наркотики есть, педофилия есть, все это не одобряем. Средний возраст сторонников 5-7 лет. Анархокапитализм. Вот он, Ротбард. Ротбард, вот он, анархокапитализм. Желтая херота какая-то, вот такая черная хуйня. Они не могут придумывать нормальные как бы флаги, я не знаю. По-моему, это очень специфично для анархистов, они флаги не умеют придумывать. Они просто берут черточку черное и белое, и желтое какое-то. Так вот, основоположник анархокапитализма это Мюррей Ротбард, который утверждал, что капитализм это наиболее полное выражение анархизма, и анархизм наиболее полное выражение капитализма. Анархокапитализм является частью более широкой индивиалистической философии рыночного анархизма или анархизма свободного рынка и либертарианского движения. Он основывается на убеждении в необходимости свободного владения частной собственностью, отрицании любой формы правительственной власти, ее вмешательства и поддержании конкурентоспособного свободного рынка как главного механизма для социального взаимодействия. В следствии того, что исторический анархизм сложился как антикапиталистическая социально-политическая и философская мысль, анархокоммунисты выступают резко против капиталистического анархизма. Сами же анархокапиталисты различают капитализм как систему мирного свободного обмена и государственный капитализм, который Мюррей Ротбард определяет как сговор между крупным капиталом и правительством, который использует методы принуждения, чтобы уничтожить систему свободных рыночных отношений. То есть, видите, все монополии на самом деле из-за государства возникают по этой системе. Основываясь на принципе естественных прав, понятии о свободном договоре и прагматизме, анархокапиталисты приветствуют существование частной собственности, которая была приобретена благодаря труду, торговле или же была получена в подарок. Говоря об обществе, построенном на анархокапиталистических началах, его сторонники придерживаются принципа существующих на добросовестных началах в свободных рыночных отношениях, которые привели бы к такому социальному устройству, где будет придерживаться санкционированным законом порядок, обеспечивается защита и будет создана инфраструктура, организованная через коммерческую конкуренцию, благотворительные организации и свободно создаваемые ассоциации. Но будет отсутствовать государственная власть. В пропагандируемом Ротбардом анархическом капитализме закон применяется рынком, но не создается им. В то время как утилитаристическая версия Давида Фридмана подразумевает, что закон будет создаваться рынком. В то время как термин анархокапитализм был введен Ротбардом и его возникновение датируется 1960-ми годами в Соединенных Штатах, некоторые историки, включая самого Ротбарда, прослеживают корни данного анархического направления, в общем-то, в таких теоретиках рынка, как Малинари. Анархический капитализм испытывал на себе влияние многих, короче, мыслителей, и Такера, и Спунера, и Нозика, и Бастия, и Малинари, и вообще всех-всех-всех-всех, и опирается на идеи австрийской школы экономики, маржиналистического направления. Почему шизам это нравится? Потому что шизы любят рынок и педофилию, а еще шизы любят невидимую руку рынка, вот это вот, она такая вот невидимая, знаете, она такая вот, вот вы ее не видите, не видите, она вас хватает внезапно. Ух ты, вау, меня схватила невидимая рука рынка. А знаете, что еще невидимая рука рынка может делать? Неожиданно, да, невидимая рука рынка может такие штуки вытворять с вами. У-у-у, вы такие сидите, а-а-а-а, невидимая рука рынка вас шизит, в общем, постепенно. Как это ограбляет шизов? Шизы становятся педофилами и садятся в тюрьму. Это ограбляет шизов? Конечно, конечно, ограбляет шизов. Шиз, как бы ушедший вот в этот капитализм, он становится педофилом, и все, конец ему. Мы не одобряем педофилию, потому что вообще на нашем канале, и вообще не одобряем анархокоммунизм, анархокапитализм, анархопедофилизм, короче, мы не одобряем ни в коем случае, это все очень плохо. Шизы становятся педофилами, реально садятся в тюрьму, это постепенно их убивает, уничтожает, это просто, это ужасно, это ужасно. Как склеить молодую анархистичку такого толка? Не стоит ее клеить, ребят, ей всего 5 лет. Не трогайте девочку. Ребят, ей, блядь, 5 лет. Стоп, Светов нет. Светов, стой. Светов нельзя. Не трогай ее. Светов, фу. Светов, фу. Брысь. Уходи. Светов, уходи, короче, от девочки. Уходи от маленькой девочки, Светов. Педофилия есть, да, не одобряем. Употребление наркотиков оно обязательно, мы тоже не одобряем, очень печально. Есть еще и такая штука, как анархофеминизм. Ну, понимаете, да? Анархофеминизм представляет собой синтез радикального феминизма и анархизма, который рассматривает патриархат как фундаментальное проявление существующей государственной системы. Что за хуйня? Так вот, проявление существующей государственной системы, которой противостоят анархисты. Анархофеминизм возник в конце 19 века. Его родоначальницами считаются такие феминистки и активистки, как Люси Персон, Эмма Гольдман, там еще какие-то пиздомрази, короче, не любим мы их. Анархофеминистки, как и другие радикальные феминистки, выступают против традиционных гендерных ролей и вытекающих из них представлений о воспитании семейных отношений. Многие анархофеминистки, особенно критически настроенные по отношению к институтам брака, например, Эмма Гольдман утверждала, что брак это просто экономический договор, это плохо, нахер браки, да? Анархофеминистки рассматривают патриархат как основополагающую общественную проблему и считают, что феминистическая борьба против сексизма и патриархата один из более ключевых компонентов анархистской борьбы против государственности и капитализма. Маркус пишет, участвовал в акции протеста фемок в РДР-2, да, конечно, да, участвовал, а что нет? Ну там адекватные как бы феминистки, ну то есть, Маркус, там они еще нормальные какие-то, они реально хотят голосовать, пусть хотят. Я не против. По мнению Сьюзен Браун, поскольку анархизм – политическая философия, которая выступает против любых властных отношений, он является неотъемлемой частью феминизма. Был и несколько мужчин-феминистов, таких как анархо-коммунист Жозеф Дежак, который выступал против антифеминистских взглядов Прудона. Не так давно Венди Маккелрой определила свою оригинальную позицию, которую она назвала инфемитизмом, называет инфеминизм, или по-другому индивидуалистический феминизм, соединяющий в себе феминизм и анархо-капитализмом, или либертарианство утверждает, что прокапиталистическая антигосударственная позиция подразумевает равные права и возможности для женщины. Индивидуалистический анархический феминизм возник из американского анархистского индивидуалистического движения. Это, по-моему, это... Это лусяные в эту фигню верят. Так вот, почему Шизам это нравится? Шизофеминизм довольно распространенное направление мысли в современной политической философии, ну, очевидно, поэтому это нравится Шизам, как бы это еще и анархизм сверху, как бы у нас было мало Шизы до этого, давайте еще анархизм добавим, чтобы, ну, мало не казалось, да, соответственно. Соответственно, как это ограбляет Шизов? Шизофеминистские ограбляют Шизомущин, на Шизомужчины злятся и нападают на Шизофеминистку, это ограбляет Шизофеминистку, убивают ее непосредственно ужасно. Как склеить молодую анархисточку такого толка? Сменить пол и стать лесбиянкой нормальный способ. Педофилия есть, не одобряем, употребление наркотиков обязательно не одобряем, средний возраст 16-15 лет, не одобряем. Поехали. Анархопримитивизм. Анархопримитивизм, это значит отказаться от стула. Стул уходит. Стула не должно быть. Стула нет. Анархопримитивизм. Зеленый анархизм. Одно из направлений в анархизме, которое делает акцент на проблемах охраны окружающей среды. На сегодняшний день можно выделить такие важные направления в нем, как социальная экология и анархопримитивизм. Примитивизм. Многие сторонники зеленого анархизма и примитивизма рассматривают. Многие рассматривают в качестве основоположников современных взглядов, как Фредди Пермезарев. Фредди известных. Блядь, я читать нахуй не умею. Я у тебя же разрешился читать нахуй. Я не читаю. Я не читаю больше. Я не могу читать, блядь. Анприм. Анприм, блядь. Анархопримитивизм, блядь. Но по примеру, шадова. Так вот, блядь. Социальная экология. Представляющая собой социальных анархопических и экологических направлений часто критикуют основные, блядь, образы, блядь. Ежепалка. Где моя ежепалка? Блядь. Вот так. Анархопримитивисты часто критикуют анархический мейнстрим за то, что он поддерживает понятие цивилизации современной, блядь. О, блядь. Считают примитивистов основными господствами эксплуатации. В противовес они защищают процесс возврата к дикости. Ежепритворного воссоединения с окружающей средой. О, воссоединюсь с окружающей средой. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ которому это нравится как это ограбляет шизов У О, ежу палка! О, блядь! О, блядь, ежу палка, нахуй! Блядь, сука, какой я дебил! Боже мой! Пиздец, сука, до чего я докатился, пизду! Что я делаю? Ха-ха-ха, ладно. Как склеить молодую анархисточку, ёбнуть по голове ежу палкой, тащить в пещеру, вот так. О, блядь, у по голове, бу-бух, бу-бух по голове и потащили её в пещеру, в пещеру. Ежу палка! Ежу палка, ежу палка, еж ... Боже мой, Анприм, в стену бежит. Так, ну, сущность Анприма я вам пояснил, думаю, да, нормально. Теперь все понимают, как устроен анархопримитивизм. Продолжаем дальше. Так, продолжаем. Да, анархизм уже настал. Продолжаем дальше. Так вот, квир-анархизм. А, если педофилия, конечно, есть, это же анархизм, да. Употребление наркотиков обязательно, ну, вы видели. Употребление наркотиков обязательно, но мы не одобряем все это, педофилию не одобряем. Средний возраст сторонников там 15, это 15 до 26 тысяч лет, короче. Как-то так. Квир-анархизм. Квир-анархизм дальше идет. Вот флаг квир-анархизма. Квир-анархизм сочетает в себе анархические идеи с идеями радикального квир-движения. В смысле, минус 2000, это шикарная лекция, это лучшая лекция по анархизму за всю историю, лекции по анархизму за всю историю человечества, Джон Дойя. В смысле. Так вот, он рассматривает гендерное и сексуальное угнетение как несанкционируемое и поддерживаемое государством и капиталом. С точки зрения квир-анархизма, гетеронормативность, так же как и гомонормативность, является не просто социальными ограничениями, но и способами комодификации секса и сексуальности при капитализме. Ну, про анприм было круто, вы чё, это шикарно. Квир-анархизм борется с гендерным и сексуальным угнетением как в обществе в целом, так и внутри анархических движений, добиваясь включения их в повестку проблем, связанных с телом и телесностью, родительством, секс-работой, здоровьем-инвалидностью. Блин, ну это всё перебор, реально. Лучше даже не рискуйте склеить никаких девочек, не одобряем от 12 до 14 лет, тут всё как бы очень опасная территория. Очень опасная. Так вот, вывод. Мы прошли по многим течениям анархизма. Анархизм, прежде всего, друзья, мы должны помнить, что анархизм ограбляет шизов. Единственное его достоинство, это возможность совокупиться с молодой анархисточкой. Идея анархистов несбыточная, государство это круто, я люблю платить налоги, слава Путину, эта лекция не проплачена правительством, да, я этатист, а зато против употребления наркотиков и педофилии, соответственно. Впрочем, склеить молодую анархисточку я не против, а поэтому преимущество анархизма есть. Главное, чтобы у неё не было огнестрельного оружия, потому что анархисточки тоже шизы, а следовательно дуло пистолета может неожиданно переместиться к тебе в рот, мой зритель. Будь осторожен, так может и закончиться твоя этатистская жизнь. Вот, у вас есть какие-нибудь вопросы, связанные с темой анархизма, может быть? А про Штейнер было? Там чуть-чуть было, да. Господи, у меня после Анприма голова кружится немножко, честно говоря. Ну что, вот мы и закончили, соответственно, анархопримитивизм. Вот это я понимаю. В смысле анархопримитивизм закончили. Пиздец просто, что я делаю? Всё, вопросов нет, хорошо, отлично. Вот это я понимаю, вот это зрительская симпатия. Тогда, друзья, заказывайте видео. Субтитры сделал DimaTorzok